Спасибо большое, Николай Васильевич, меня целый год ждали. В прошлом году не получилось, езжал в больницу после поездки. Скажу пару слов. Наше хозяйство в северной зоне Краснодарского края, это зона заслуживого климата. Мы относимся к категории хозяйств 3000 минус, 2600 гектаров земли у нас. Сама структура, она подразумевает сельхозприятия, потом коммерческая структура. Я объясню, почему я рассказываю. Еще плюс мельница. И на балансе много техники, около 30 единиц автотранспорта, 18 тракторов, сельхозмашин, комбайнов. Начинали мы с навигации, как, наверное, все еще в 2008 году ставили аутбэк. Тогда был какой-то был сервис, ну и цена была нормальная. Потом оборудование устарело, и мы уже в 2021 году полностью все перешли на Тримбл. Поставили базовую станцию, заменили то, что там, где был аутбэк, поставили Тримбл. Ну и на некоторой технике стояло классовское оборудование, новый трактор был класс, и на другом классе был Тиджет. Ну, предложили, поставили. И когда 24 февраля произошли эти события, американцы платный был сигнал на Тиджете, и на помощь пришли ребята, агротехлидер, и поставили китайские модемы, и соединили все это с базовой станцией Тримбл. Все работает отлично. На данный момент у нас 12 тракторов под навигацией, плюс один комбайн. В том числе один комбайн. С комбайнами немножко проблема. Олег Юрьевич ушел. Не все так однозначно, потому что комбайны у нас жатки разные, и тяжело это все совместить на поле. Или камера, или же лазер-пилот. Что-то одно из двух. Может даже и два. Вот. Ну, это так, немножко отступление. Ну, наверное, в любом хозяйстве были проблемы, если да, это контроль топлива, да, когда много техники, первая задача. И эта вот цель, которую поставили проконтролировать, привела нам знакомство в студии аграрных систем, и они нам посоветовали поставить оборудование автограф. Значит, поставили мы на каждую единицу, на каждый КАМАЗ, и успокоились, думали, все уже, дело сделано. Немножко так, не стали мы проверять, что там дальше было, а проходит некоторое время, там появляются проблемы с заправкой, там открыли, посмотрели, а там чудеса. Там люди начали проверять, начали сливать топливо, а потом опять заливать, проверять, как оно работает, не работает. Вот. Ну, потом мы это все упорядочили, посмотрели все точки слива, сколько слили. Это все считается очень просто и доступно. Я так немножко делюсь своим опытом, потому что, не знаю, кому-то интересно, кому-то... Вот. Потом поставили уже на энергонасыщенную технику тракторы. Думаю, как бы, ну, там больше заливается и может больше сливаться. Хотя, ну, такого не было подозрения, ну, а вдруг... И когда уже, все уже полностью, везде стоит автограф, у меня возникла другая цель. Думаю, как бы взять и, ну, промониторить полностью работу, сельхозработой, чтобы все это было упорядочено. То есть, я знал каждое движение, хронометраж работ, какая площадь там выполнена и так далее. Расход топлива. Вот. Ну, и потом мне посоветовали программу, тогда еще была Кропио. И мы решили, в 20-м году мы подключились к Кропио. На тот момент у нас уже было оцифрованы все поля, были, благодаря компании Агрософт. Они, в 13-м году, мы тоже пользовались программой Аграрофис. Такая была немецкая программа, да, она только на жестком диске, без облака. У нас был отдельный ноутбук. Постоянно меняли прошивку, потому что там немцы сбрасывали, они покупали. Ну, это так было неудобно, и мы решили, это лучше нам было. И плюс я еще делал, совмещал Аграрофис и автограф. То есть, треки, которые делал автограф, я потом высчитывал площадь и забивал в Аграрофис. Ну, такая была, ну, было желание, было, а другого ничего не нашел. И когда появился уже Кропио, Кропвайс, там уже было немножко проще. Хотя, честно, я все разделы, которые вот там есть, я их не использую, правда. Это очень много, и это нужно держать целый штат сотрудников, чтобы все полностью оно работало. Но самое главное, это для меня телематика. После оцифровки полей идет передвижение техники по дорогам, там, где ты точно знаешь, сколько на каждую операцию идет топлива. То есть, получается, вот ты выехал с базы и поехал там. У нас разбег идет до 20 километров. Некоторые поля находятся. И ты уже считаешь и думаешь, как это все организовать. Может быть, там стоит, пусть он остается там, на месте, там организовать какое-нибудь дежурство, там, или временную базу. Вот. Ну, значит, Акропио. Есть некоторые моменты, когда ты работаешь, допустим, и не видишь визуально там, что происходит на поле. И благодаря снимкам, DVI, замечаешь, что там, допустим, половина поля более темная в контрастных цветах, а вторая половина более светлая. И ты начинаешь копаться. Почему так? Что происходит? И когда ты начинаешь уже, как бы, ну, больше аналитики, начинаешь уже копаться в программе, смотришь, ага, была первая дисковка, потом прошел дождь, выпали осадки. Прошло 10 дней, ты эту работу продолжил дальше. Ну, после подсолнечника, после уборки подсолнечника. Потом проходит еще время, и агроном подъезжает, смотрит, там уже падает подсолнечника. Взяли, что задисковали, посеяли. А когда уже посеяли, всходы появились, смотришь, через некоторое время, карта показывает там все больше и больше. Одна половина темнее, которая была до дождя, а вторая светлее. То есть, получается, та вторая обработка, немножко влагу уже испарили. И первой половине осадков было больше, хватило, и поэтому развитие было лучше. И в зиму эта половина вошла на одну фазу развития лучше, чем вторая половина. Но это все по диагонали. Если бы это было прямо, допустим, можно было. У нас один комбайн оборудован датчиком урожайности. Можно там сделать контрольный намолот, но мы по диагонали не убираем, только прямо. Это тяжело это все посчитать и увидеть. И у нас остается на этот момент единственная проблема поставить на комбайны датчики урожайности, чтобы делать карту урожайности, составить. Это вот то, что у нас остается. Потом был такой опыт под дефнесению. Значит, компания «Сингента» и компания, ну, наверное, не «Таранис», а программное обеспечение «Таранис». Это вот израильская компания. Они, кстати, тоже ушли с нашего рынка. А представляла компания «Подмосковье». Я не помню, под Москвой находится. Они... Совместно был проект под дефнесению гербицидов. Ну, это был 2020 год. Я не знаю, кто-то сейчас пользуется такими дефнесениями, когда, значит, благодаря этой программе облет делает беспилотник. Он делает фото на каждом участке приближенное. И фото, получается, анализирует, какие сорняки, какой видовой состав, какое количество на квадратном метре. Составляется большая карта. Также он делает, какое количество растений уже взошедших. Это был опыт на кукурузе. Вот. И когда уже было это все готово, то есть карта заданий, Джандир, а еще АСТ тоже участвую принимал. Они открывают, называется, оказывается, «Operation Center». Кто поправит меня, есть такая услуга, да. Это тоже платный сервис. Они нам сделали доступ. Мы загружаем эту карту заданий и вносим препарат, называется «Илюмис». Ну, наверное, один из дорогих по кукурузе. И мы отработали. Где-то экономия составила около 20% препарата. Но было на одном поле 146 гектаров. Как бы у нас кукуруза не является таким, рентабельной такой культурой, в нашей зоне, по крайней мере. Вот. Ну, ну, такой был опыт, да. Но потом посчитаешь, подумаешь, ага, надо заплатить за квадрокоптер, создать это задание, тоже надо заплатить. Заплатить АСТ за эту услугу. Ну, и получается, думаешь, насколько это выгодно в условиях такого небольшого хозяйства. Если, допустим, холдинг, я думаю, там есть интерес. Там 1000 гектаров, там 2000 гектаров кукурузы. Ну, или другой культуры. Ну, такой был опыт у нас. И благодаря вот Таранис мы сделали наблюдение за всходами на кукурузе. Опять. Мы посчитали, наша селка уже была устаревшая, и мы посчитали качество посева. То есть, мы могли посчитать, оно было зонально, поле было зонально картировано, то есть, где хуже, где хуже. Мы приняли решение купить новую селку. Вот так бы. И селку мы купили уже с функцией дифнесением. Дифнесением семян и дифнесением два вида удобрения. Не три, а два вида. Владимир, там три компонента сразу можно носить. Четыре? Ну, может быть, я не видел. Там три вида компонента. Вот. Ну, дальнейшее наше действие это поставить на комбайн, я повторяюсь, датчик урожайности, чтобы была карта урожайности. Также мы делаем, производим зональный отбор почвы на агрохимом следовании. Но мы делаем по NDVI. Ну, пока так. Агрософ нам каждые, каждые два года, мы на два года перешли, через каждые два года мы делаем. Освобождается азимый плин, то есть, это или ранний яровой горох, азимая пшеница, азимый рапс. И мы сразу же заходим и делаем отбор. Вот. Ну, что хочу сказать. Из всех решений, которые мы внедрили, что бы вы рекомендовали делать первым коллегам вашим? Ну, смотрите, центровая платформа, которую мы используем, это вот, знаете, как, с чем даже сравнить, я не знаю, ну, ты всегда, ты всегда находишься, как бы, в тренде, ты всегда видишь, что делается, что, как, как работает все, все механизмы, все тракторы, все комбайны. То есть, ты можешь открыть в любой момент программу, посмотреть, какая проблема. То есть, ты можешь даже знать, какие проблемы могут на поле. Там даже есть оповещение, там, простой там 10-15 минут, приходит смс-ка, и ты уже знаешь, какая есть проблема. Ну, это очень важно, наверное, когда очень сжатые сроки, там, обработок. Еще хочу сказать, мы в этом году у нас, мы никогда не оказывали услуг, там, сторонним сельхозтоваропроизводителям, в этом году оказали услугу, посев определенной площади, и была удаленность за 150 километров от нашего, от нашей базы, да. Ну, мы попросили наших партнеров, нам дали переносную базовую станцию, двухчастотную, полностью китайскую, настроили частоту, и техника, которая там работала, она работала по спутникам и сигналу, по сигналу RTK. Вот. И поле, которое временно нам дали поле, мы его тоже, как услуга была, там стоит копейки, мы тоже внесли в задание, все расходы, которые на это поле легли, мы могли потом посчитать. А, еще в завершении хочу сказать, мы также используем, есть такая платформа Microsoft, называется Power BI, это визуализация отчетности данных, и мы тоже ее используем, там все конкретно видно, все графики зависимости от урожайности, от начала сева, от сроков сева, от срока уборки, потом количество нагрузки техники в определенный период, там максимальный, какой срок максимальная нагрузка идет. Вот. Не только там работу, наработку трактора, моточасов, там годичный период, но также можем посмотреть, наработку орудий, с которыми они работают. Допустим, сейчас вот в это время, когда стоимость запчастей очень выросла немножко с прошлым годом, мы можем спокойно делать замену, допустим, какой-нибудь запчасти, якобы оригинальной, это фиксировать в программе, делать фото, и в период, пока она не поломается, мы можем потом сделать хронометраж, сколько это орудие отработало конкретно гектаров, и на какой срок хватило этой запчасти. Ну, в принципе, у меня все. Если какие-то вопросы есть, пожалуйста. Владимир Станиславович, вот вы пожелания хотели в самом начале, сказали, что Олега Юрьевича нет. Вот Олега Юрьевича, как вы можете реализовать? Олег Юрьевич, есть канадская компания, называется Fanta Rex. Да, они занимаются, там простой оборудованием, там коробочка, там всего-навсего. Да, она есть. Ставки, предлагайте, я не слышал, правда. На любой компании, не только Росильмаш. И на него тоже можно поставить. Есть облако, правильно? Лучше, чем у канадцев, потому что у нас и голод, и урожай, и сервера здесь, никто никогда у тебя твои карты не разберет. Но вы об этом не говорили, я не слышал. Слышали? У них, у них. Хорошо, там еще есть вопрос, у нас уже сейчас нас будут упроваживать, но давайте вопрос. Задавайте. Константин, вы сказали про систему карфирования. Вот у вас, вы как производитель, насколько она вам интересна, и вот вы планируете на своей компании устанавливать, например, со второго, про диск нестение. Понятно, на кукурузе она у вас не сработала, я так понимаю, да? А дальше вы не походите? Ну, да, можно я со второго начну? По кукурузу. Там нужно опять нести затраты, там нужен человек, оператор, который нужен покупать дрон, который будет это все обслуживать. И насколько это, ну, знаете, илюмис дорогой, некоторые подешевле препараты. Если брать сахарную свеклу, где самая большая затратная часть по гербицидам, то у нас закон, мы не жалеем там денег, мы работаем оригинальными препаратами, там, бетоналами, байера, и тут экономить нельзя. Ну, пока я считаю, дифнесение по гербицидам, для меня, как бы, это пока не актуально. А вот по поводу картирования урожайности, да, вот тоже хочется знать, потому что зональная, допустим, индивиай, который вот мы видим, да, он показывает, что вот есть какая-то зона, где там больше там массы вегетационной, да, и где меньше. А если ты, когда, допустим, уже убираешь в комбайне, ты смотришь, может быть, это, как бы, ну, немножко неправильно. Может такое быть, может. В период, когда уже перед уборкой, там, ну, начинается, допустим, масса, оптимальная масса, самая большая масса вегетационной массы, это примерно середина мая, потом уже начинается нападать, снижаться. И, возможно, в уборку это все выравнивается. А может быть и нет. Но мы же не знаем, потому что у нас нету ничего. Если будет, будем знать. И второе, картирование будет, уже можно составить карту для отбора почвы для арахимовследования. То есть, наложить картирование и наложить NDVI. Хотя бы так, вот с двух параметров можно. Я понимаю, что может быть это ошибочное мнение, но я так лично думаю. Вот. И потом уже, потом уже делать диф-внесение. Кстати, тоже есть, наверное, в любой часовой программе есть функция для диф-внесения. Можно составить программу, задачу для диф-внесения. Но у нас одна сейлка есть, мы купили, поменяли, она с функцией, сейчас в современное оборудование, все с функцией диф-внесения. Будем пробовать. Попробуем, потом расскажем. Спасибо, Владимир Станиславович. Спасибо.